Здравствуйте! Как всегда, вот время по вторникам. В эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Напоминаю, что наша программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю Николаю Томашову. Он у нас заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района по развитию потребительского рынка и сферы услуг. Такая очень важная ответственная должность. Я думаю, будет достаточно много звонков и наши зрители будут задавать вам вопросы. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. И первый вопрос, так сразу скажем, о хлебе насущном, как говорится. Естественно, что в сферу торговли, которую вы курируете в нашем районе, самое главное, наверное, конечно, для всех – это покупка продуктов питания. С 1 сентября по инициативе властей Московской области все крупные сетевые магазины ввели 5% скидки с 9 утра до часу дня для льготных категорий населения. Это и, естественно, пенсионеры, инвалиды, ветераны и так далее. Все владельцы социальных карт. Раньше в Щелкове у нас практиковали так называемые социальные ярмарки, где тоже те же самые льготники могли купить продукты со скидкой. Ну, естественно, вот в сентября необходимость в этих ярмарках отпала, естественно. Но, тем не менее, ярмарки у нас остались. Периодически они возникают где-то, ну, не где-то, а даже точно могу сказать, скажем, на Пролетарском проспекте возле Ниихи Маша, на площади Ленина за кинотеатром «Аврора». Ну, вот, не очень понятно, когда они привязаны к чему-то их появлению, к какому-то событию, к дате, выходные, праздники или что-то в этом роде. Ну, наверное, как таковая потребность в ярмарках таких, наверное, отпала. Но, хотя я знаю, что к нам поступают письма от жителей и негативные, и позитивные, конечно. Многие просят проводить такие ярмарки, потому что мы наблюдали, когда был резкий скачок цен, связанный, ну, сами знаете, это там в конце прошлого года. Ярмарки социальные, они выполнили свою функцию, они все-таки сдержали рост цен на социально значимый ряд продуктов. На этих ярмарках они продавались с очень большим таким дисконтом, то есть делался мониторинг управлением торговли наших самых крупных сетей, это там Дикси, Пятерочек, и, соответственно, от минимальных цен на определенный перечень продуктов мы просили организаторов этих ярмарок еще там процентов на 10, на 15 уменьшить цену для как раз-таки таких категорий граждан. На сегодняшний момент, конечно, Андрей Юрьевич Воробьев встретился с крупными сетевиками в Московской области, и в наше время не исключение, что они запустили программу 5-процентной скидки, как вы уже сказали, для льготных категорий граждан, для тех, у кого есть социальная карта. Помимо этого, все-таки еще хотел бы сказать о супермаркете «Рось», это вот именно наш такой щелковский, который помимо… Это первая ласточка была. Это пилотный проект, это мы запускали перед 9 мая, когда руководство в «Росе», совместно Надежда Владимировна Сурусова, Алексей Васильевич Валов, это их идея была, и данные предприниматели пошли навстречу, и в «Росе» предоставляется большая скидка, чем в других магазинах, и по временному отрезку она действует дольше, чем, скажем так, губернаторская такая программа 5-процентной скидки. Вот. Ярмарки, может быть, я бы пересмотрел места их дислокации. Вот. Я бы не менял, не исключал их полностью, потому что все равно потребность у них есть у людей, это видно. Ну, вот вы говорите, что письма к вам приходят, звонки тоже в администрацию по поводу ярмарок от жителей нашего района, но мы тоже провели такой некий блиц-опрос на тему, нужны ли в нашем городе, в нашем районе продовольственные ярмарки. И вот, что нам ответили жители, давайте посмотрим. Давайте. «А как же? Конечно, нужны. Я согласна. Наверное, нужны. Особенно. Ну, я разницы не чувствую в этих ярмарках. Цены, по-моему, там такие же, как везде. «Чем больше, тем лучше вообще-то». «Ну, наверное, нужны. Почему нет? Конечно. Ходят, многие, да, покупают подешевле, что-то там бывает. Привозят». «Качественные товары привозят. Нужны». «Ну, по поводу продовольствия на ярмарках, я только признаю фрукты. Там ничего не лучше, там ничего не ниже цена. Поэтому, вот если по поводу фруктов, овощей, то может быть». «Не, мы, это самое, в основном магазин ходим». «Мне кажется, нужны. Ну, чтобы они были дешевыми». «Не знаю даже. Наверное, нужны». «Смотря где они расположены. Если в центре города, то они портят вид». «Ну вот, как видим, практически все голосуют за обеими руками, за продовольственные ярмарки. Но, опять же, маленькая ложка дегтя есть. Это вот их местоположение. Как вы сказали, что возможно будет меняться место дислокации, если можно так сказать. Но куда переведут, скажем, вот эти две основные ярмарки?» «У нас на сегодняшний момент Министерством потребительского рынка Московской области утверждено 7 мест в городе Щелково, где эти ярмарки проводятся. Соответственно, выходить за рамки этих мест мы не можем. И на сегодняшний момент взять так быстро, поменять дислокацию тоже мы не можем. У нас в декабре будет утверждаться новый перечень мест проведения данных ярмарок с Министерством потребительского рынка. И, конечно же, мы места подготовим уже с корректировкой на жителей, ну и, соответственно, в принципе, на облик города. То есть это 100% не должно сказываться на облике города, это не должно выглядеть некрасиво и портить внешний вид. Но сейчас планируем перед Новым годом провести ярмарки, все-таки, наверное, тематические. Вот посмотрели, так немножко взяли опыт, может, западный. Надеемся, что у нас получится, что это не будут какие-то там продуктовые, вещевые, а именно тематические, такие новогодние ярмарки. Думаем, что будет очень интересно. Ну, не секрет, что для многих горожан и жителей района вообще играет роль при покупке продуктов не только цена, но и качество. А мы знаем, что в крупных магазинах, конечно, очень часто появляются и просроченные товары, и просто некачественные. Поэтому еще играет роль также и местоположение к дому, чтобы недалеко от дома не надо ехать куда-то за 3-9 земель, особенно если это касается, скажем, пожилых людей. Поэтому очень многие привыкли, скажем, к таким полустихийным рынкам, которым достаточно много у нас было. Как пример я могу вспомнить рынок на Чкаловской, знаменитой Плешка, которая была в одном определенном месте, еще на той стороне Челковского шоссе. Когда начали строить Чкаловскую эстакаду, рынок переехал. Одно время говорили, что его вообще могут убрать, но тем не менее он сохранился, правда, в немножко другом виде. Вот вопрос такой, такие рынки будут сохранены. Стихийных рынков не будет. То есть беспорядочной такой, скажем, торговли, как мы это называем, там, с рук, ну, не будет. Конечно же, уже не первый год правительством Московской области ведется работа по упорядочению и по, скажем так, найдению порядка на рынках Московской области. То есть это однозначно должно быть капитальное строение, где тепло, где никак мы привыкли, как в Советском Союзе, да, там, на открытом небе покупать. Вне зависимости от погоды. Но не только в Советском Союзе. Как раз это у нас началось в новейшей истории, по-моему, даже больше. От этого надо отходить. От этого отходим. И буквально в том месяце проведена работа. На нашей территории располагалось четыре рынка. Вот один рынок закрылся, это в поселке Биокомбината. А те рынки, которые остались у нас в городе Щелково, они с Министерством потребительского рынка общаются, подтверждают свое капитальное строение. И надеемся, что этот формат привычного для нас слова «рынка» все-таки перейдет в такую закрытую цивилизованную торговлю. Николай Александрович, полгода назад вы были у нас в гостях, в гостях у программы «Диалог». И тогда говорили о том, что будут приводиться к единообразию нестационарные торговые объекты. А те, кто не выполнит требования власти об этом единообразии, будут, естественно, ликвидированы. Вот что прошло за полгода? Все объекты в одном лице теперь? Нет, я думаю, что жители видят, что меняются торговые объекты. Меняются в единый облик, который нашим постановлением утвержден, то есть как должен выглядеть торговый объект. Это опять-таки мы отходим от вот этой ржавой, условно, бело-синей палатки. Это красивый объект, цвета утверждены. Бело-синей именно, да? Нет, бело-синей, я говорю, это которые были. Мы от этого отходим, конечно, сейчас. Другие цвета, коричневая и слоновая кость, можно, наверное, так назвать. Вы видите, объект много меняется. Сейчас в декабре будет рассматриваться схема, которая была утверждена три года назад. И мы будем смотреть. Комиссия создана межведомственная, которая будет решать. Остается этот объект здесь? Нужен он здесь? Не нужен он здесь? Мешает он жителям? Не мешает. Вот здесь, конечно же, мы будем прислушиваться и к мнению жителей. Мешает им этот объект? Не мешает, нужен или не нужен. И, соответственно, все приведем в соответствие к каламбур. А те объекты, которые незаконно, либо в схему не внесены, конечно, в порядке демонтажа будут демонтированы по решению суда. Ну, вот сейчас мы говорили о тех, кто покупает продукты в магазинах, на ярмарках, на рынках. Ну, то есть, короче, те, кто покупает их для того, чтобы готовить дома и кушать дома. А для тех, кто и ест, обедает, скажем, вне дома, что делается у нас? Ну, и ресторанов много. Давайте про рестораны не будем. Ресторанов действительно хватает на любой вкус, любая кухня. Достаточно проехать даже только по центру нашего города и на краинах тоже есть они. Ну, а вот поесть и вкусно, и недорого. Насколько это реально сейчас? Вы хотите от меня рекомендации услышать? Ну, может быть, без конкретных адресов, но хотя бы просто хватает на таких точек. Вы знаете, скажем так, доступных точек, вы правильно сказали, да, ресторанов хватает, но все-таки это, наверное, такой ценовой сегмент, который не каждый себе житель может позволить. Ну, да, или редко когда-нибудь по праздникам какие-нибудь. Ну, да, с семьей выбраться. А так, чтобы, скажем, условно каждый день кушать вне дома, ну, таких, конечно, объектов мало, их не хватает. Но, тем не менее, над этим тоже работаем, и в следующем году увидим такие, можно сказать, столовые откроются, которые вот в свое время у нас были, скажем так, где доступные цены вкусно кормят. Они будут в следующем году. Как и будут они называться? Столовые? Я не знаю, как они будут называться, честно говоря. Я просто знаю. Есть инвесторы, которые заинтересованы в этом развитии данного направления в нашем районе. Ну, естественно, вот касаясь вопросов потребительского рынка и сферы услуг, не могу не обойти даже такой вопрос, как бытовое обслуживание, как это раньше называлось, население, всевозможные точки, начиная от парикмахерских, заканчивая, не знаю, металлоремонтом, ателье и так далее, и так далее. Мы тоже пытались выяснить, спросить у щелковчан, хватает ли им таких точек, таких объектов, объектов бытового обслуживания. И вот что мы услышали. Давайте посмотрим еще один наш блиц-опрос. Давайте. Вроде бы тоже, в принципе, щелково у нас с этим все в порядке. Можно везде там и брюки подшить, и набойки поставить. Мне всего достаточно. Я все нахожу. Мне кажется, тут достаточно. Да мне вроде всего хватает. Они разные есть, и цены тоже, соответственно, разные везде. Поэтому, в принципе, каждый выбирает по своим запросам. У нас есть, конечно, эти все обслуживания, но они тоже все дорого. Легче выбросить, дешевле, наверное, будет, чем ремонтировать. Потому что ремонт почти тот же самый. Ботинки не пробовали подбивать или подшивать? Попробуйте. Немножко добавить и купить новые. Ну вот всем хватает, практически единогласно сказали, всем хватает всего. Но немножко дорого. Это вот в самом конце, сказал мужчина, можно отметить отличную работу управления потребительского рынка в этом направлении. Ну и, соответственно, вопрос уже вытекающий, конечно, из опроса. Может ли как-то влиять наша администрация на ценообразование в таких вот предприятиях бытового обслуживания? Мы в коммерческие отношения не влазим. Это будет неправильно, когда государство будет регулировать цены. Единственное, опять повторюсь, программа Московской области есть, и Андрей Юрьевич Воробьев очень большое внимание уделяет как раз по поводу открытия новых объектов бытового обслуживания для населения, бытовых услуг предоставления. Это как раз таки социальные парикмахерские, вот как вы уже сказали, там ателье, пекарни. Насколько я знаю, у нас сейчас в этом месяце, по-моему, на Парковой открывается такая вот парикмахерская социальная. То есть надеемся, что туда очередь будет, и, насколько я знаю, там недорого будет постричься. И мы смотрели в других районах. Вот в нашем городе это первая такая парикмахерская, именно социальная. То есть есть эконом и так далее, она вот будет именно социальная. Ну а туда приходить нужно опять социальной картой или нет? Или для всех желающих, как говорится? Вы знаете, не мы, администрация, это открываем. Это есть предприниматель, который решил именно для определенных условий населения открыть парикмахерскую. Его условия я вам озвучить не могу, на каком основании. Но пока он еще не готов. Ну, конечно, он еще не открыл. То есть как все это будет готово, я думаю, конечно, мы и вас попросим это осветить и через другие средства массовой информации. Посмотрим. То есть наша задача, конечно, как можно больше услуг и по более доступным ценам для населения, конечно, предоставить. То есть работа этой парикмахерской будет датироваться из бюджета? Частично. Нет, нет, нет. Это коммерсант, вот он так просчитал, что он готов цену дать вообще минимальная, но за счет оборота это позволит ему даже зарабатывать. И как раз таки коснемся вот по нестационарным торговым объектам, новые, которые мы планируем размещать, конечно же, мы будем отдавать приоритет, если там будут размещаться объекты, точнее ставятся объекты, в которые будут предоставляться бытовые услуги для населения. Вот опять-таки, повторюсь, металлоремонт, может там какие-то пекарни, еще что-то. Я хочу напомнить нашим зрителям, что у меня сегодня в гостях заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района по развитию потребительского рынка и сферы услуг Николай Томашов. Напоминаю, телефоны студии прямого эфира 567-1440, 567-1450. Звоните и задавайте свои вопросы. Ну, а пока наши зрители собираются с мыслями, набирают номер, я хочу спросить именно вот опять же о связи уже не со зрителями, а со всеми жителями нашего района. Понятно, что деятельность любой администрации, любых муниципальных властей строится, конечно, на обратной связи с жителями. Мы все знаем работу в этом направлении, работу прямой телефонной линии руководителя администрации Алексея Васильевича Вау. Звонков туда поступает много, вопросы решаются оперативно, но, наверное, конечно, всего охватить нельзя, всех проблем, с которыми выходит житель. Вот вы говорите, пишут письма, как быстро они доходят, это тоже еще пока, наверное, вопрос. Но вот сейчас уже при нашей интернет-зависимости, так скажем, какие-то новые формы практикуются администрации именно для связи с жителями района. Конечно. Алексей Васильевич очень активный пользователь из социальных сетей, Надежда Владимировна Суровцева тоже самое. Очень оперативно реагирует во всех соцсетях. Я знаю, сегодня, как раз утром у нас было общее совещание, где Надежда Владимировна присутствует, Алексей Васильевич, я прям видел при мне, Надежда Владимировна прям пишет вопрос, и она вот, не отвлекаясь, пытается их тоже оперативно так решать. Помимо этого, 6 ноября в районном дворце культуры проходила встреча Алексея Васильевича, Надежда Владимировна, встречались с блогерами не только нашего района, но и Бритлежа, Фрязин, Лосина Петровский. Мы общались как раз-таки, как взаимодействовать, как можно общаться, как власть сделать более открытой. И мы видим, что это дает свои плоды. На примере, опять-таки, произошло у нас ЧП, в первом советском, дом 19, вы все, наверное, знаете, обрушилась балка. Да, и очень оперативно, слава богу, без жертв. И здесь тоже показатель, что очень оперативно блогеры об этом сообщали, мы ориентировались, не было, скажем так, знаете, никаких провокаций через средства массовой информации. То есть объективно освещалась работа администрации, как мы это делаем, как мы пытаемся людям помочь, что мы делаем, где мы людей размещаем, где можно. И многие люди, которые пострадали, через эти, опять-таки, соцсети местные, узнавали, что мы делаем, где пункт временного пребывания, когда переедут, на какой стадии работают. Это, я считаю, очень важно. Вот эта открытость. По поводу, вы уже сказали, горячей линии Алексея Васильевича, которую проводит. Каждое утро, он в 8 утра. Но, понятно, все вопросы, которые нам поступают, конечно, мы их рассматриваем. Он рассматривает, ставит задачи, но вопросов, наверное, больше. Для этого, касаемо, и применимо не только к нашему району, Андрей Юрьевич Воробьев запустил такой сайт Добродел. Это уже на сайте администрации Московской области. Да, где любой человек может обратиться к своей проблеме, и она будет очень оперативно решена. В течение 8 дней это 100% решено. Ну, а сейчас я предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет как раз о той встрече руководителей нашего района с блогерами, и действительно узнать, что там происходило. Давайте. Медиаланч, пятый в области, но первый в нашем районе, призван наладить взаимодействие между представителями благосферы и властью. У руководства муниципалитета позиция однозначна. Социальные сети делают власть более открытой для народа. Поэтому и у Надежды Суровцевой и Алексея Валова есть личные аккаунты почти во всех популярных социальных сетях – Твиттере, Инстаграме и ВКонтакте. Я готов отвечать на все вопросы в любом формате, в том числе и в формате встречи, и в формате диалога социальных сетях – не стесняйтесь. Я всегда готов и открыт для любого диалога и для любого разговора. Сегодня многие приравнивают блогеров к журналистам. Однако ставить между ними четкие знакравенства нельзя, уверена Наталья Шова, председатель Союза журналистов Подмосковья. Что для журналиста постоянная работа, то для блогера зачастую занятие, которому он возвращается время от времени. Да и навыков не всегда хватает. Тем не менее, профессиональное журналистское сообщество готово помочь им лучше ориентироваться в информационной среде и организовать для всех желающих специальные курсы. Мы будем содействовать повышению такого профессионального уровня работы с информацией для блогеров. Есть у них желание, мы некоторым вопросам технологии журналистской работы поможем освоить им. Ну вот уже журналисты будут помогать блогерам. Хочу сказать, что в последнее время в нашем районе набирают популярность такие социальные сети, как социальные сети ВКонтакте, такие как Щелково Онлайн, типичная Щелково, Щелково Тричика, ну и так далее, и так далее. Там периодически можно увидеть каких-то официальных лиц, так скажем, районного масштаба. Администрация как-то взаимодействует с пользователями этих сетей? Конечно, конечно. Взаимодействуем, всегда для них открыты. Всегда. Ну а какие-то новые формы контакта планируются в ближайшее время с жителями? Ну, сейчас, честно скажу, самая такая плотная форма контакта, конечно, мы все-таки рассчитываем, это Добродел и Горячая линия. Вот, плюс у нас, что Надежда Владимировна, что Алексей Васильевич Валов, они же постоянно, вы сами видите, выезжают и в поселение, и в город очень часто выходят. То есть я про них могу сказать, что это те люди, которые помимо, вот, все-таки, скажем так, виртуального общения, очень еще любят и живое общение с людьми. Поэтому они в постоянном контакте находятся. Спасибо. У нас, мы должны уйти на некоторое время на перерыв, поэтому обращаюсь к нашим зрителям, оставайтесь на Щелковском, не переключайтесь. Мы продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района по развитию потребительского рынка и сферы услуг и рекламной информационной деятельности. Об этом мы тоже будем говорить. Николай Томашов. Напоминаю, телефоны прямого эфира нашей студии. 496, код города, 567-1440 и 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы, связанные с торговлей, с работой предприятий бытового обслуживания и, естественно, с развитием рекламного рынка. Но в начале второй половины нашей программы коснемся такой весьма щекотливой и даже, я бы сказал, болезненной темы, но, увы, неизбежной. Это ритуальные услуги. Конечно, всем смертная, да, очень часто бывает, что умирает близкий человек, все родственники в шоке, никто не знает, что делать. И вот, поскольку эта, так скажем, услуга тоже входит в сферу вашей деятельности, вопрос такой, что действительно нужно делать в первую очередь, чтобы достойно проводить родственника. Когда случилась трагедия, первым делом, конечно же, нужно с паспортом пойти в ЗАГС и взять справку о смерти. После того, как у вас на руках будет справка о смерти, обратиться в отдел ритуальных услуг у нас, это улица Толсинская, дом 24А. В данный отдел предоставить справку о смерти, паспорт, соответственно, там мы уже вам поможем с услугами. Вот, у нас существуют и закрытые кладбища, соответственно, куда нельзя захоранивать, и вам предложат места, куда можно захоронить, куда это позволяет по закону сделать. Ну, вот, скажем, есть такая практика, да, что уже существует семейное захоронение, то есть места на кладбище есть, и бывает так, что у людей вообще нет места, да, хотя, может быть, всю жизнь или достаточно долго прожили в нашем районе. Вот, как обеспечиваются местами и те, и другие? Ну, у нас в районе, скажу честно, с местами в плане ритуальных услуг не все очень здорово. Не буду сейчас плотно касаться, но планируем в следующем году, конечно, расширение нескольких кладбищ для того, чтобы достойно людей захоронить, и было место, где их захоронить. Вот, опять-таки, повторюсь, это на Толстинская, 24А, приходите туда, не дай бог, когда это произошло, вот, там вам все поможет, подскажут, конечно же, в такие минуты, но человек ни о чем не думает, для этого и есть такой отдел, приходите, поможем. Ну, в продолжение этой печальной темы, некоторое время назад было очень много нареканий со стороны жителей на состояние кладбища в деревне Леониха. Почему именно я о нем заговорил? Потому что, в общем, оно достаточно такое известное, я бы вообще назвал его главным космическим некрополем нашей страны, просто потому что там действительно больше всего похоронено советских и российских космонавтов, уже после него идут Останкинское кладбище в Москве, там меньше, а уж на Красной площади и Новодевичьям еще меньше. Поэтому, в общем, достаточно такое знаковое место, мемориальное, и, тем не менее, были нарекания, вот, я помню, еще где-то полгода, чуть, может быть, больше назад, о том, что стихийные свалки мусора на территории, неспильные деревья сухие, ну, и вообще общая неблагоустроенность. Ну, вот, в последнее время, насколько я знаю, там что-то началось двигаться, что сделано за это время и что будет делаться дальше? Не только по этому кладбищу, по многим кладбищам начала двигаться работа, но, коль мы коснулись вот Леонихи, На Леонихе, здесь, я готов даже цифры зачитать, потому что вы правильно сделали акцент на этом кладбище, вот, за только текущий год мы вывезли крупного мусора, порядка 120 кубических метров, завезли очень много песка, поставили контейнерные площадки, Постоянно ведется спил сухих деревьев, которые могут упасть на ограду, тем самым там ее разрушить, повредить, но мы этого не хотим. Месяца два назад, вы сами знаете, был такой сильный шквалистый ветер, здесь у нас в районе, то есть вот, скажем так, на сентябре мы уже практически допилили все деревья, которые там пометили для себя, которые представляют аварийность, опасность, ну, вот, сильный такой ветер, скажем так, ураган, внес коррективы, и сейчас изыскиваем дополнительные средства для того, чтобы те работы, которые не были запланированы, ну, все равно, это не должно на живых и неживых отражаться, вот, мы огородили забором это кладбище, мы оформили входную группу, мы поставили лавочки, где люди могут присесть, посидеть, то есть работа ведется постоянно, и, повторюсь, не только на этом кладбище. Ну, вот, насчет забора, хочу сказать, забор действительно красивый был, я там посмотрел, но забор пока только с фасадной стороны, а три стороны еще не охвачены, планируется это сделать, да, целиком всю территорию? Конечно, никто не оставит, скажем так, наполовину выполненной работы, нет, мы не успеем и в этом году, мы приступили, мы это обязательно доделаем в следующем, изыщем средства, понятно, и закладываем средства, и доделаем свою работу до конца. Ну, и, кстати, информационные указатели там появились тоже, что приятно, особенно для тех, кто там бывает первый раз. Ну, вот, как раз закончим с этой печальной темой, и перейдем как раз вот к информации, ну, может быть, не только к указателям, а вообще к рекламе в нашем районе, опять же, вернусь к программе «Диалог полугодовой давности», когда вы были у нас в гостях, и тогда вы называли такие интересные цифры о том, что с начала этого года, соответственно, за полгода, всего в районе было демонтировано очень много всяких незаконных рекламных конструкций, точно могу сказать. Сколько? Больше 600 малых форм, так скажем, и полтора десятка крупных конструкций, это то, что мы называем щиты 3 на 6. Ну, не будем говорить сейчас о том, насколько они были незаконны, понятно, что все приводилось в соответствии с требованиями закона, приведением в надлежащий вид. Сейчас эта работа продолжается или уже все нормально устаканилось? Нет, работа ведется постоянно. Согласно 38-го федеральному закону, это закон не о рекламе, работа не останавливается. Вы сейчас привели цифры, которые я назвал полгода назад, я сейчас их сравнил с цифрами, которые у нас на сегодня. Если вы назвали, что крупных было демонтировано 15, на сегодняшний момент 45. В три раза будет. Если малых форм, мы говорили, в районе 600, на сегодняшний момент 1197. В июле месяце, конец июня, где-то нам с области, с главного управления, они сделали объезд, они не только по нашему району, а в принципе по всей области, и нам указали, какие конструкции стоят незаконно. У них тоже все эти схемы есть. Они посмотрели и нам указали. Нами была проведена работа, и в июле месяце мы отчитались перед Московской областью о том, что вся незаконная реклама крупного формата, на которую нам указали, она демонтирована. Мы все это предоставили в фотоотчеты, соответственно, область тоже это проверила, сделала свой мониторинг, проверила. И по итогам, на конец июля, по крупным форматам, так называемым 3х6, наш Щелковский район был в зеленой зоне. Ну, в зеленой зоне вы сами понимаете. Это значит, мы очистили от незаконной рекламы данного формата. Но появляется она постоянно. Самая большая беда, это, конечно, расклейщики, которые... Но расклейщики, наверное, не в состоянии 3х6 приклеить? Или такие тоже встречаются? Нет, встречаются незаконные. Но что портит глаз? Портит растяжки. Не столько на 3х6, мы там навели порядок. А то, что шиномонтаж возьмет, да, там что-то растянул, мойка, ну, я условно говорю, она такая стихийная, появляется постоянно. Постоянно появляется, но, тем не менее, мы, соответственно, постоянно ее демонтируем. То есть это та реклама, которая идет в дополнение к уже существующим вывескам, которые, естественно, законно оформлены. Ну, это вся незаконная, которая появляется, да, законную оставляем. То, что незаконно, люди хотят узаконить, потому что попадаются такие варианты, когда люди незаконно вешали, говорят, можно узаконить? Конечно, можно. С задним числом возможно? Нет, не задним числом. Сейчас. Сейчас возможно. Есть концепция внешнего облика, да, там, главных улиц. Приведите в соответствии с концепцией внешний вид своей рекламы, сделайте ее красиво. Вот, согласуйтесь с архитектурой, мы поможем. Ради бога. Заплатите госпошлину в бюджет, и она у вас будет на законных основаниях, и ничего не надо бояться. И она у вас висит законно, и радует, соответственно, глаз жителей. Вот и все. Ну, у нас есть первый звонок на сегодня. Давайте послушаем, что хотят спросить. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вопрос, хотел бы задать. Будут ли к Новому году праздничные ярмарки? Вопрос услышал, отвечу. Спасибо. Спасибо. Ну, наверное, имеется в виду ярмарки всех наименований, да? И продовольственные, и промтоварные, и так далее, и, наверное, праздничные. Не знаю, когда подключился телезритель, но я вначале, когда мы разговаривали, затронули, да, планируются тематические новогодние ярмарки раз. Потом планируются, конечно же, елочные базары. Просто телезритель не уточнил, какого формата ярмарки. Может быть, он имел в виду там елочные. Конечно, праздничные, где атрибутика будет продаваться, где елки, где украшения можно будет купить. Не знаю. Надеемся, что, допустим, Щелкова хлеб может выпустит что-то, да, какую-то линию хлебобулочных изделий. Дедов Морозов. Да, 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 где тоже это будет реализовываться как раз-таки, ну, понятно, через свою сеть реализации и, может быть, через такие вот ярмарки. Ну, а примерные точки какие-то уже намечены. Все-таки декабрь сегодня уже, 1 декабря. Есть, мы обязательно... Ну, я имею в виду, чтобы не ехать, скажем, с окраин, с отдаленных районов в центр города. Мы обязательно повестим сейчас уже, вот, буквально, я думаю, на этой неделе. Мы у себя это представляем. Сейчас мы их до конца доработаем, вот, совместно с культурой и осветим в средствах массовой информации. Обязательно доведем до жителей, где будут какие мероприятия происходить, где будут какие вот тематические ярмарки, где еще что-то, всякие развлекательные мероприятия, конечно. Ну, опять вернемся к информированию жителей. Мы говорили о рекламе. Хочу сказать, что, действительно, еще совсем недавно город Щелково, но особенно центр, его буквально задыхался от рекламы. И за последнее время очень много сделано о том, что, вот, мы говорим, что ликвидация незаконных конструкций, а, с другой стороны, это все-таки радость для глаз наших жителей, что можно спокойно пройти и читать то, что действительно нужно. Но, понятно, что реклама – это не только деньги в местный бюджет, да, но и, конечно, достоверное информирование жителей о том или ином предприятии. И, кстати, вот, социальная реклама тоже в последнее время набирает обороты, которые раньше вообще почти не было. Это и в городе, и на трассе на Щелковском шоссе, и большие рекламы. Вообще, как-то пожелания жителей учитываются при размещении рекламы, или это уже специально отведенные места? Это специально отведенные места. Если мы говорим про крупный формат, были места разыгранные еще. Если можно такое слово употребить, слово сочетать, там, до моего прихода, скажем. Поэтому все утверждено, все согласно схеме. Наша самая главная задача, честно говоря, чтобы не было аляписта. Даже не надо у жителя спрашивать, нравится вам эта реклама или нет. Мы сами себе это представляем. Тем более Алексей Васильевич постоянно на объездах ездил. Он видит, звонит, очень оперативно снимает. Я думаю, Алексей Васильевич, Надежда Владимировна очень так близко чувствуют жителей. Что им нравится, что не нравится. Поэтому я так думаю, что это самое главное. Ну а вообще сейчас в эпоху кризиса рекламодателей хватает. Я просто хочу, служу по тому, что не все рекламные счеты, особенно большого формата, заполнены. Ну, кстати, объединить можно два вопроса, пожелания жителей. На участке в Щелковском шоссе, если из Москвы ехать, от поворота на Щелково до Чкаловского. Достаточно открытое пространство. С одной стороны Чкаловский аэродром, с другой стороны поле. И там как раз достаточно много висело этих конструкций, больших, как мы называем. И я просто знаю, что многие жители были недовольны. А там висела именно не реклама, а телефон рекламодателя, такой черно-белый, какой-то зловещий. Прямо в мозг. Реклама прямо в мозг. Вот, тоже помните, сейчас ее уже не стало. Но счетов стало больше, вернее, стало больше формулировок. Я вот записал целых четыре. Реклама здесь, аренда рекламного места. Рекламное место сдается, но и для тех, кто победнее, они весь щит 3 на 6 не занимают, а берут только 1 на 3 и там пишут свой телефон. Ну вот, собственно, вопрос такой, что не хватает рекламодателя или все-таки достаточно сейчас? Ну, общаемся с ними, конечно же, разговариваем. Кризис затронул их тоже. Что-то их отойти. Они жалуются, конечно, не все размещаются. Поэтому слоган, наверное, который есть прямо в мозг, наверное, больше привлекал бы рекламодатель, чем вот, который вы сейчас перечислили такие, ну, здесь... Ну, я вот говорю, то, что есть. Вот, ну, а почему пропал этот прямо в мозг, опять-таки? Это вот работа горячей линии, общение с жителями. А, то есть жители были недовольны? Да, была одна жительница, которая вот раза три, по-моему, написала на горячую линию. Алексей Васильевич это озвучил. И поговорили с владельцем данного рекламного места. Он прислушался. Понял, что, ну вот... Ну, давайте уже оставим эти большие счеты. Все-таки маленькая реклама, тем более, значительно больше, и убрана, и осталось, конечно, тоже больше. Речь идет о том, что нужно сделать. Я, допустим, индивидуальный предприниматель. Хочу свою рекламу не только в средствах массовой информации, но и наглядную, уличную. Что я должен для этого сделать? В управлении потребительского рынка есть отдел, как раз таки, контроль за рекламой. Располагается там же, улица Толстынская, 24А. Вы должны прийти туда. В зависимости от того, какой формат вы хотите, где вы хотите. Все это очень так... Вам объяснит начальник отдела, либо сотрудник из этого отдела, как это узаконить, привести в соответствие, чтобы, опять-таки, это было с концепцией принято, да, там не портило внешний облик города, ну, соответственно, жителей тоже не раздражало. Ну, а порядок цен можете назвать для... Порядок цен. Или для всех по-разному? Ну, вот, скажем, для начинающих предпринимателей с февраля этого года действует программа скидок, например, налоговых и льгот. А вот скидки на рекламу нет никаких? Нет, госпошлина и все. У нас оплачиваете госпошлину. Оплатили госпошлину, все, узаконили свою рекламную конструкцию. Вот сегодня, буквально, там, перед отъездом в вашу программу, то есть я вот подписывал, тоже смотрел, узаконил, ну, не буду рекламу делать на центральной улице тоже магазин, узаконивал свои рекламные вывески, я посмотрел, как они будут выглядеть, очень красиво. Это не просто, знаете, там короб висит, лампа люминесцентная подсвечивается, что-то вырезано там. Нет, красивые такие диодные буковки, очень красиво торговый объект свой украшает. Конечно, человек пришел, послушал, посмотрел, увидел концепцию, как надо двигаться. Да, он сделал очень красивый проект. Конечно, такое разрешение я выдам 100%. Это красиво, это красиво. А если просто короб, какой-то размер выходит за рамки, за грани, или они там вешают там выше второго, третьего этажа, ну, соответственно, такого разрешения я не дам, и это незаконно. Ну, в продолжении информирования наших жителей о чем-либо, каких-либо событиях, о местонахождении каких-либо объектов, ну, я имею в виду, конечно, не только рекламные щиты, рекламные конструкции, но и обычные городские указатели, так скажем, уличные таблички. Я по себе знаю, что, например, в центре города их хватает. Оценка даже не удовлетворительная, наверное, очень хорошо. Направление улиц, куда поехать, где что находится, какие магазины. Понятно, что если там название какой-то торговой сети, наверное, они за это платят, но, тем не менее, очень удобно, они очень гармонично вписываются в дорожные указатели. Но, тем не менее, стоит выехать на окраину, и уже можно заблудиться, если нет навигатора. Будет ли расширяться вот такое табличичное информирование? Информационные конструкции, конечно, в следующем году постараемся по максимуму охватить и не только город, но и поселение, и дороги. Конечно. Это одно из направлений, в котором как раз реклама будет двигаться. Ну и, опять же, в продолжение этой темы, в продолжение уличных указателей, одно дело новый поставить, другое дело заменить старый. Очень много осталось таких, скажем, либо уже не действующих информационных табличек, либо просто которые не соответствуют действительности. Ну, вот в качестве трех примеров приведу. При въезде в Щелково со стороны Ивантеевки висит такой стандартный для всех даже уже регионов нашей страны щит информационный. Написан на нем, да, «Щелковский историко-кровический музей, 6,1 километра». Ну, точно могу сказать, что как раз от этого щита до Кровического музея 7,5 километра. Соответственно, что-то можно будет сделать, понятно, что не поменять, не закрасить, не поменять цифры, да, и не перенести на полтора километра вперед, чтобы соответствовало действительность. Но, тем не менее, вот такое встречается. Еще один пример. Это уже практически год, как нет у нас такой структуры, как администрация городского поселения Щелково, но, тем не менее, в городе минимум три указателя висят на Пролетарском проспекте, в сторону Первомайской улицы, в сторону Первосоветского переулка. Просто указатель, администрация городского поселения Щелково и стрелочка указана, куда поворачивать. Хотя, на самом деле... Куда она ведет? Ну, она ведет, наверное, на площадь Ленина, конечно. Вот, но там этого нету. Ну, и, наконец, такой, может быть, очень такой вопрос, когда уже все привыкли, я не знаю, можно ли поднимать эту тему, но, наверное, можно, нужно, да? У нас на всех домах, на этой самой улице висит указатель, табличка улица Броварская через А, первое слово. Хотя, на самом деле, вообще-то улица Броварская во всех словарях, это, знаете, что названо в честь города по бороде Тима Щелково, украинского города, города в Киевской области, города Бровары. Бровары. Пишется и улица названа, и, кстати, даже на том же сайте, о котором мы упоминали, Щелково онлайн, там написано Броварская улица, написана история происхождения названия, справка по Броварам. Кстати, там в этом городе есть Щелковская улица, и там она написана без ошибок. Ну вот, три вопроса, я не знаю, на какой это ответить. Отвечу, отвечу. Будем что-то делать. По поводу наименования улицы, то указатели на домах, ну, я коллеги свои обязательно передам, потому что это все-таки вопрос их, не мой, не рекламы. А по поводу Крыльевического музея и администрации, ну, мы сохраняем везде интригу. Не, это шутка, подправим ситуацию, в следующем году подправим. Посмотрим, ну, перенести-то его навряд ли, потому что, если мы касаемся Крыльевического, это надо полтора километра назад, это получится прямо на перекресток, мы его поставим. Подкорректируем, посмотрим в каждом случае индивидуально, что можно сделать. А по поводу информирования, мы очень четко видим, что вы подметили такое, что социальной рекламы было немного, а сейчас много. Мы видим, как портал Добродел у нас, извините, что опять его касаюсь, немного людей были информированы о нем, вот, а в нашем МФЦ, когда мы запустили, перед каждым монитором, перед каждым окном, вывесили, что жители, смотрите, есть такой портал, Андрей Юрьевич Воробьев запустил, попробуйте, вот, тогда мы почувствовали. То есть мы прекрасно понимаем, информирование очень важно. Ну и напоследок хочу задать такой вопрос, все-таки Новый год не за горами, да, про ярмарки зритель уже звонил, спрашивал, а у меня вопрос вот чисто по наглядной агитации, как это называется, да, по праздничному оформлению, что будет сделано в нашем городе, какие украшения? Ну, в прошлом году было вполне достойно. Мы увидим, конечно, много украшений, это самое главное место гуляний, это, конечно, наша площадь Ленина, дом 2, центральная, елку уже установили, сегодня в 5 часов были первые такие, скажем, гуляния. Мы будем украшать торговые объекты, обращаясь тоже к ним, пожалуйста, чтобы владельцы этих торговых объектов все-таки с душой подошли, чтобы люди уже видели, что праздник, во-первых, он уже подходит, начинается, на все торговые объекты улиц, однозначно это уличная иллюминация, парки все будут украшены. Вы увидите, я думаю, и увидите разницу. С тем Новым годом сравните. Будет много чего сделано. Ну что ж, Николай Александрович, спасибо большое за ответы на вопросы, спасибо, что нашли время прийти в нашу студию. Почему мало звонков? Мало звонков, наверное, все так вдохновенно вас слушали, что вопросов не возникало. Вы так полно ответили на все, что и звонить спрашивать нечего, Бал. Надеюсь. Я напоминаю нашим зрителям, что сегодня в гостях у меня был заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района по развитию потребительского рынка и сферы услуг Николай Томашов. Спасибо еще раз. До свидания. Ну, напоминаю, что каждый вторник в прямом эфире на Щелковском программа «Диалог». Счастливо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова